Приветствую вас. Ревность молодого человека к родственникам ребёнка по линии его ребёнка отца, который, к сожалению, погиб. Ну, это ревность. И она, эта ревность, проискает из многих факторов. Вот это, в общем-то, проблема с собственной ценностью. Это проблема восприятия, знаете как, проблема восприятия себя. Невозможность. Невозможность как-то вот воспринимать себя. Невозможность. Невозможность. Воспринимать свою ценность. Вот. Постановка этой ценности. Вот. Сомнения, по сути, на мой взгляд, постоянно. Вот. Это некая такая, если хотите, конкуренция. Вот. Со стороны, ну, со стороны мужчины, да. То есть, и как бы, ну, желание такое, себя как-то вот от этой конкуренции, да, защитить. Вот. То есть, это, ну, вот, по сути, по сути, это то, что переживает ваш молодой человек, ну, в котором вы сейчас в отношениях находитесь. И проблема, она, собственно, в этом. Вот. Почему так происходит? Ну, на это, в принципе, влияет очень много факторов. Очень большое количество факторов на это влияет. Вот. А это, ну, тут и менталитет определенный. Вот. Тут и какие-то ценности человека. Вот. Тут очень много, очень много всевозможных вещей. Вот. Вот. Важно понимать, что, ну, мужчина, по сути дела, да, не до конца понимает и не до конца принимает то, в какой реальности он находится. Вот. Ну, нравится, нравится вам это или нет. Вот. То есть, вот, ну, такая, такая ситуация. Вот. И, соответственно, что делать, ну, в этой, в этом случае. Вот. Ну, на мой взгляд, ответ здесь довольно простой. Значит, выводить общение с мужчиной. Вот. В общем, такой вот какой-то вот качественно новый уровень, да. То есть, ну, повышать качество этого общения. Вот. Максимально, 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 максимально возможно. То есть, ну, как-то развивать его общение с вашим молодым человеком. Вот. И, в общем-то, делать его, ну, что называется, более зрелым, чем оно есть сейчас. Потому что, вот, сейчас, ну, ваше общение, оно сейчас, ну, не зрело. Абсолютно. Я думаю, вы понимаете. То есть, ну, не абсолютно, конечно. То есть, оно зрело. Молодой человек не против. То есть, ну, он, как сказать, он не против, да, но не хочет в этом участвовать. И, с одной стороны, ну, типа, это его право. То есть, он, как бы, ну, он не должен, он не должен, он не должен в этом участвовать. Он, ну, имеет право в этом, ну, в этом не участвовать, на самом деле. Вот. И заставить человека делать это вы не можете тоже. Вот. Ну, просто. Потому что, потому что это выбор каждого. Вот. То, что вас это задевает, это, вот, с одной стороны, проблема ваша. То есть, пока вас это задевает, вы не можете, вы не сможете, там, человеку помочь. Вы не сможете вывести, вывести ваши отношения на какой-то уровень. Вот. Просто не получится, потому что оно вас задевает, вы решаете какую-то свою проблему здесь, в этом. Вот. Поэтому сначала надо работать с тем, что вас задевает, вас задевает, а потом уже, потом уже выводить общение на новый, на новый уровень, чтобы эти вопросы вообще не вставать. Вот. Может быть, если вас перестанет это задевать, то есть, нужно понимать, чем вас это задевает. Вот. На мой взгляд, какой-то стабильности, ну, потеря стабильности, какой-то негазопасности, страхами, неуверенности в себе и так далее. Вот. Может быть, если вас перестанет это задевает, вы не будете пытаться человека переубедить, ну, типа, не хочет, ну, не хочет, не надо. Вот. То есть, такая вот история здесь. А, да. На этом все. Всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь. 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 Продолжение следует...